25 апреля православные отмечают радуницу. В день поминовения усопших люди традиционно едут на кладбище, чтобы навести там порядок, зажечь лампады и помолиться. По традиции захоронения украшают искусственными цветами. Точки по продаже пластиковых шедевров вырастают, как грибы после дождя. Ассортимент на любой вкус и кошелек. Горожане охотно скупают букеты. Искусственные цветы, мы к ним привыкли, к искусственным цветам. Ну и, наверное, они дешевле, чем все-таки живые цветы. Поэтому как бы вот покупаем искусственные. Это просто удобно, потому что поставишь, не каждый день ходишь на кладбище, они будут там, в общем-то, красиво стоять и украшать обстановку. А если поставишь живые, то они очень быстро портятся и надо часто ходить убирать, потому что некрасиво. Это же, ну, насколько я себе помню, мне уже 73 года. И я помню, что это все время так было. И мы продолжаем традицию своих дедушек, бабушек, родителей. Дело в том, что эти цветы дальше сохраняются на кладбище. А живые тоже ставим, ну, те надо убирать через недельку, максимум полторы. А эти стоят долго. Антропогенная нагрузка. Кладбище буквально утопают в искусственных цветах. Экологи бьют тревогу. Украшения быстро приходят в негодность. Они не подлежат вторичной переработке и отправляются на полигоны с отходами. Там они разлагаются от 100 до 500 лет. Выделяют токсичные вещества, загрязняют почву, воздух и грунтовые воды. Хуже, если это все не уедет на объект захоронения, а будет сожжено. При сжигании этих пластиковых цветов в воздух выделяются очень опасные химические соединения вещества, которые вредят здоровью людей, а особенно здоровью детей. Поэтому для того, чтобы минимизировать вред для здоровья нас и вред для здоровья наших будущих поколений, наших детей, мы призываем людей воспользоваться альтернативой пластиковым цветам. Украсить места захоронений можно и живыми цветами в горшках, многолетниками, газонной травой и карликовыми кустарниками. Дополнить свечами и лентами из ткани. А для тех, кто не знает, с чего начать, в помощь акция «Радуница без пластика». В городе она проходит впервые. Инициатива стартует 22 апреля в Бобруйских церквях, в Иверском, Свято-Ильинском, Елисофетинском и Храме Святого Духа. Кульминация 25 в 10 утра у входа на Минское кладбище. Люди, которые придут без искусственных украшений, получают саженцы растений бесплатно. Очень радует, что эту акцию поддержали многие бобруйчане наши. Откликнулись, мы дали в соцсетях объявления, и уже у нас нашлись волонтеры, которые будут участвовать в раздаче саженцев. Нашлись люди, которые поделятся саженцами. И очень радует, что поддержала эту акцию наша Бобруйская городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Минприроды ежегодно призывает белорусов не украшать могилы искусственными композициями и заменить их на живые. С экологами солидарно и церковь. Однако выбор остается за каждым.